Мы приветствуем всех вас! Спасибо огромное, что вы сегодня с нами! И напоминаю, что наша встреча проходит в рамках пятого медиафорума Media Music, Belgrade Music Fest. Здесь у нас находятся спикеры, здесь у нас находится заместитель министра Белгородской области культуры Оксана Васильевна Глушенко. Оксана Васильевна, нам будет очень приятно, если вы несколько слов скажете нашим гостям и тем, кто смотрит сейчас нашу трансляцию. Пожалуйста. Добрый день, дорогие коллеги! Мы очень рады вас приветствовать в нашем зале. Мы ждали встречи с вами. Перед встречей с вами мы уже разогрелись, мы прошли две интересные темы. У нас было два замечательных спикера. Уверены, что сегодня встреча с вами будет намного интереснее, еще больше. У нас в зале находятся студенты, у нас в зале находятся работники культуры, у нас в зале находятся средства массовой информации. Поэтому здесь та самая аудитория, которая готова работать с вами и готова задавать вам вопросы, готова впитывать всю вашу информацию. Спасибо вам огромное, что в этот день вы сегодня с нами, еще раз повторюсь, потому что мы сегодня уже приветствовали ее участников. Очень хочется пожелать всем замечательной работы, отличного настроения и продуктивного рабочего дня. Спасибо вам огромное, спасибо большое. Мне бы очень хотелось, чтобы тему нашей дискуссии или, скажем, направление ее озвучила сейчас дорогие наши спикеры, соучредитель и главный интеллектуальный центр нашего медиафорума Елена Лащенко. Она генеральный директор информационного агентства и газеты «Музыкальный Клондайк». Мы вас, Елена, приветствуем, и если вы скажете несколько слов в адрес и наших спикеров, и наших гостей, и всех присутствующих, будем вам признать. Огромное спасибо. Приветствую всех на нашем пятом медиафоруме. Естественно, мы бы его никогда не начали, если бы не было фестиваля Борислава Струлева, который уже десятый год идет, и форум идет пятый год. Это уже такие две взаимосвязанные вещи, которые неразрывно работают и поддерживают нашу связь с аудиторией, искусство, аудитория, площадки, с которыми мы работаем. Вся идея была в том, чтобы у нас было непосредственное интерактивное общение, вовлечение аудитории, дискуссии с аудиторией, потому что искусство само по себе — это отражение нашего восприятия его, оно без человека не существует, искусства нет. И то, что мы имеем в нашей душе в формате нашего восприятия — это и есть искусство, и это и есть культура. Вот сегодня задавали вопрос, что такое культура. Культура — это то, что человек впитывает, и то, что остается для следующих поколений, потому что культура будет посеяна, она вырастет, даст новые семена. Это так же, как культура в сельском хозяйстве, если вы понимаете, это слово одно и то же, и оно имеет один и тот же смысл. И сегодня мы говорим об инновационных технологиях, о креативных технологиях в искусстве, в образовании и медиа. И наш форум сейчас посвящен именно этим актуальным вопросам, потому что время стремительно меняется, стремительно меняются вызовы, но человеку никогда нельзя останавливаться, и нужно работать на опережение. Что мы, в принципе, с Бориславом мы сделали пять лет назад, когда начали вот эти трансляции вести. И вести мы их стали сразу на всю аудиторию, доступную нам, и мы ее как бы постоянно расширяем. И уже вот за прошлые годы наших спикеров посмотрело больше 110 тысяч человек. И это открытая информация. Вы можете также обратиться к записям прошлых лет, и также будут выложены на долгие годы записи этого года. И я думаю, что вопросы, о которых мы говорим, они уровня визионерского, даже во многом смысле, даже и философского уровня. И если это осмыслить, то у вас будет поле для творческого развития на долгие годы. Так что спасибо всем, кто присутствует, спасибо всем, кто с нами, нашим спикерам. И спасибо нашей огромной аудитории. Мы рады, что мы с вами сейчас взаимодействуем, и надеемся, что мы будем для вас полезны. Спасибо. Елена Вильяновна, спасибо огромное. Я обращаюсь сейчас к нашим спикерам. У нас гости здесь в зале. У нас огромная аудитория по всей стране. Вы нам интересны прежде всего тем, что вы создали в своей жизни уникальные проекты. Нам очень важно сегодня от вас услышать, как именно это происходит в вашем конкретном случае. Потому что это интересует молодых людей, которые только вступают в жизнь, и которые еще не реализовали себя, но они очень стремятся к этому. Сейчас я обращаюсь к Елене Борщовой. Здравствуйте, Елена. Значит, для всех присутствующих, Елена у нас актриса театра и кино, конечно, узнаваема, вы все ее узнали. Она чемпионка высшей лиги КВН. И самое потрясающее и неожиданное для меня лично, Лена, что вы автор книги «Как поймать юмор за хвост». Может быть, вот об этом проекте поподробнее расскажете нам, что это такое в вашей судьбе и вашей жизни? Да, конечно. Для начала начну с того, что в юморе я уже давно, более 15 лет. Кто знаком с моим творчеством, помнит мое выступление в городе Пятигорска. Потом шел КМГ «Луман». И в какой-то момент я начала задумываться о природе юмора. И с 2012 года я веду мастер-класс «Как развить в себе чувство юмора». Я действительно верю, что это возможно. Я верю, что… Ну, то есть и ученые доказали, что нет Гена, который отвечает за чувство юмора. Собственно, чувство юмора зависит от среды, в которой живет и общается человек. И, собственно, я на собственном примере в этом убедилась, потому что как только я попала в среду общения юмористов, КВНщиков, мой мозг начал действительно по-другому работать. Я настроилась на эту юмористическую волну. Моя жизнь круто поменялась. И когда я начала над этим задуматься и анализировать, я вывела определенные правила построения шуток. И много лет уже веду свой мастер-класс. И, собственно, во время пандемии закончила свою книгу «Как поймать юмор за хвост». По сути, это такой, знаете, учебник юмора, где представлены 10 главных правил построения шутки и 20 упражнений на эту тему. И, конечно же, все это подкреплено и разбавлено историями из моей жизни, историями моих коллег. Я считаю, что юмор имеет огромное значение в нашей жизни. И, как я недавно писала пост у себя, и говорила, что юмор спасает во многих ситуациях. Это, в частности, сейчас, например, непростая ситуация в стране. И так как многие называют это черным юмором, то есть когда мы иронизируем над какой-то сложившейся ситуацией с целью облегчения и восприятия всего этого, это как раз и есть черный юмор. Также другими объектами юмора является другой человек, соответственно. И в своей книге рассказывают, над кем можно шутить, над кем нельзя шутить, в каких ситуациях все это происходит. И, конечно же, так как самое главное наше сокровище и наша миссия людей просвещения – это воспитание нового поколения, очень важно передавать этот опыт и молодежи, новым поколениям. Потому что у меня тоже часто спрашивают, как научить детей легче к этому относиться, не расстраиваться, если над ними кто-то пошутил, как реагировать на это. И я всегда говорю, что, конечно, да, юмор – это в том числе и защита. И когда, ну не знаю, сейчас в моде слово буллинг, да, когда ребенка там буллят, да, то есть как он должен отвечать. И зачастую, когда в ответ на насмешки, я тоже это проходила, буллинг в школе, да, когда в ответ на насмешки ты шутишь сам над собой, да, это самый такой правильный, да, самая правильная реакция, которая обезоруживает нападающих. И, конечно, я несу эти знания, и у меня также несколько детских, да, проектов для детей, то есть у меня команда КВН тоже называется «Как развить свои чувства юмора», которая принимала участие в телевизионных проектах на программе, на канале «Карусель», на канале СТС, призеры международного фестиваля в Артеке. Также у меня школа актерского мастерства, в которой тоже мы развиваем и эти направления, в том числе и КВН, и стендап для подростков, потому что, ну, стендап – это в основном, когда ты шутишь как раз-таки над собой, над своими проблемами, и он имеет еще такой терапевтический эффект, на самом деле позволяет справиться с своими комплексами, ведь когда мы начинаем говорить о своих комплексах, о своих проблемах, нам сразу становится легче, да, и кажется, что это уже не такая проблема, и кажется, что это не такой же и комплекс. Вот, то есть мы смотрим на это со стороны, и действительно нам становится легче, нам становится лучше. Поэтому я считаю, что, ну, это моя миссия – нести, да, улыбки, юмор, и в том числе знание, да, о юморе массой, прежде всего, молодому поколению. И, возможно, я вот знакома с Бориславом Струлевым, мы дружим, и, возможно, получится сделать действительно какую-то коллаборацию, какой-то совместный проект на будущее в этой сфере. А если позволите, Лен, один вопрос. О вашей книге. Вот это важно для ребят, которые начинают жизнь и собственные проекты. Вот вы решили написать книгу. Вы же, естественно, не альтруистка, вы думали о том, чтобы эту книгу как можно большее количество людей прочитали, увидели, купили. Думали ли вы о том, что ваша популярность как актрисы, как игрока КВН может повлиять на реализацию вашего проекта? Или нет? Только честно. На самом деле об этом думала издательство, которое связалось, собственно, со мной и предложило мне свое сотрудничество, свою поддержку. Потому что мы творческие люди, мы всегда находимся в поиске, мы всегда сомневаемся и думаем, что нам делать или не делать. Или думаем. Да, я на самом деле начинала писать эту книгу в 2013 году. С 2013 года, то есть там что-то копилось. И когда мне сказали, что давайте выступим, выпустим, давайте попробуем, давайте сделаем, я подумала, что действительно мой накопленный опыт, мои знания, они могут вылиться, и они вылились вот в эту книгу. Спасибо вам огромное, Лен, спасибо. Мы желаем вам удачи, мы желаем вам улыбаться всегда, дарить нам хорошее настроение и успехов вам во всех проектах. Мы всматриваемся в пытливое, немножко настороженное лицо очень известного в кругах кинематографа человека. Андрей Богатырев, друг нашего фестиваля, продюсер и режиссер. Сегодня вечером, Андрей, мы будем смотреть фильм здесь вашего красного призрака, и люди спрашивают, интересуются. Мы жалеем, что вы не смогли прийти, мы желаем вам здоровья, всего самого доброго. Вопрос у нас вот какой к вам. Вы человек молодой, современный и успешный, реализующий проекты, большие проекты в области кино. Скажите, пожалуйста, как сегодня удается это делать? Благодаря чему? Вот с зарождения идей, с написания сценария, с нахождения денег на это. Как сегодня реализовать талантливому кинематографисту свой проект? Мы рады вам, приветствуем вас и слушаем вас внимательно. Добрый день! Очень рад, что могу у вас, так скажем, выступить, пообщаться и, извиняюсь, не смог приехать. К сожалению, заболел. Сейчас сижу дома. Вот у нас, знаете, и чума, и все на нас навалилось сейчас, как говорится. Но все равно это, как говорится, вот я забегаю немножко назад, я попал в ваше обсуждение чуть ранее, и как раз вы задавали вопрос про то, как можно снимать современные концерты, и что у нас только Первый канал это умеет делать. И тут я как раз хотел вот на этом вашем вопросе ответить и перейти к вашему вопросу дальше. Что на самом деле сейчас 2022 год, и Россия в принципе может выполнять любые технические задачи. То есть если говорить про концерт и съемку его с технической точки зрения, то и Первый канал, и Второй канал, и Четвертый канал, и практически любой большой канал, и любой большой продакшн, он знает, как это делать. Потому что стандарты, качества, они стали по сути международными. То есть и по сути, например, российское кино, оно чисто технически, я вам честно скажу, и по своему процессу производства, оно никак не отличается от кино французского, немецкого и даже американского. Пусть и в американском кино, ну так скажем, большие бюджеты, и может быть более передовые технологии где-то, но это совершенно не принципиально другой уровень. Это все одно и то же. То есть поэтому технически Россия давно стала страной абсолютно конкурентоспособной во всех этих направлениях. И поэтому я бы разделил здесь на две темы, на две составляющие свой ответ. Первая составляющая – это техническая. Чтобы выполнять современные технические задачи в кинематографии, нужно, конечно, обучиться, и нужно быть в этом смысле современным, адекватным, технически подкованным, как бы профессионалом, да, с точки зрения и режиссером, и оператором, то есть и звукорежиссером. То есть понятно, что все стадии технические, они в России вполне существуют. И если вы хотите стать профессионалом в области кино, вам, конечно же, нужно идти в институт, где учат, так скажем, ремеслу, потому что любая профессия имеет как творческую составляющую, так и чисто ремесленническую. Вот, и обучившись ремеслу, вы будете свободны в ваших инструментах, чтобы, знаете, как я сам тоже, ну, такой, у меня есть своя рок-группа, я как музыкант довольно такой слабенький, у меня нет этой свободы, да, у меня где-то есть, может быть, свобода уже в кино между мыслью и действиями, да, то есть я не думаю, как сделать, я просто делаю. И, как мне сказал один музыкант, он говорит, понимаешь, я тоже, говорит, не думаю, как сыграть, я просто беру и играю. Вот это и есть, когда твое ремесло становится частью тебя, и когда ты можешь без, так скажем, без задержек воплощать то, что ты думаешь, то, что ты чувствуешь и так далее. Потому что, на мой взгляд, искусство – это обмен эмоциями прежде всего, и уже потом мыслями. Через эмоции мы передаем друг другу какие-то образы, которые потом превращаются в мысли. И вот тут я уже перехожу к главной части, на мой взгляд, любого искусства. Это как раз, если вы хотите снять фильм, если вы хотите написать сценарий, если вы хотите что-то сделать, вам нужно вначале понять, какой посыл, какой эмоциональный заряд, ну и, конечно же, какую идею вы хотите передать. И, конечно, если вы просто, например, как бы, и это очень часто бывает, я это называю таким графоманством, оно бывает и в литературе, и в кино, и в музыке, во всем. Конечно же, если у вас есть четкая идея, четкий посыл, и вы являетесь, например, ну там, фанатом кино, вот, например, чему нас учит Тарантино? Тарантино нас учит тому, он как раз вполне яркий пример режиссера эпохи постмодернизма. Самый яркий пример, который, как он стал таким великим режиссером? Ну, кроме таланта, божьего дара, это все понятно, все, может быть, должно быть, но он еще любил кино и любит кино, это его религия, он смотрит кино, понимаете, вот та самая насмотренность, тот самый, та самая любовь, не прикрытая кинематографу, по сути, сделала его таким великим режиссером, ведь он действительно цитирует, или, как он сам не боится говорить, крадет из всего мирового кинематографа, составляя совершенно свои уникальные коллажи. Поэтому еще один совет, ну, как бы, тем людям, которые могут пойти заниматься кино, это любите кино, смотрите кино, изучайте кино, потому что лучший учитель того, что, может быть, вы когда-нибудь займетесь этим, да, лучший учитель — это этот самый вид искусства, лучший учитель музыки — это сама музыка, а лучший учитель кино — это само кино. И поэтому, конечно, в данном случае анализируйте те фильмы, которые вы смотрите, и смотрите, я вот, например, как, вот у меня когда-то был опыт обучения в Институте кино и телевидения, я обучал звукорежиссеров и режиссури. Это был очень забавный опыт. Я первый раз в жизни оказался на другой стороне, и стал из студента, превратился в преподавателя. Вы не представляете, как это легко. Оказывается, всех видно. Оказывается, когда ты сидишь и преподаешь, видно всех, и видно, кто слушает, кто не слушает. Я раньше думал, что это так незаметно. И оказавшись на другой стороне брикад, я вдруг все понял. И вы знаете, действительно, вот та самая заинтересованность своей профессии в каком-то смысле всегда воздастся. воздастся, потому что сколько ты вкладываешь в свою профессию, столько ты потом от этого и получаешь. А все, что ты туда не вложил, все, что ты пропустил, тебе все равно так или иначе придется наверстывать. Это как такой, знаете, равный долг. Ты никогда от него не уйдешь. Ты всегда должен больше его оплатить. Поэтому тут я как бы пока вот остаюсь в таких общих моментах и хочу сказать, что обязательно, если вы пока думаете, заниматься вам кино или нет, да, то есть выбираете для себя путь, то обязательно попробуйте, может быть, снять какой-то эпизод какого-то фильма, точную копию, посмотреть, как это технологически работает. Попробуйте почитать труды наших великих кинематографистов, которых действительно очень много, потому что Советский Союз стоял когда-то на заре кинематографа как вида искусства. И Эйзенштейн, например, это, ну, по сути, его книга-монтаж является, по сути, библией кинематографа. Пудовкин, Кулешов, Дзигавертов, это все настоящие такие боги, древнегреческие боги кино. Ну, я уж не говорю о Тарковском, Германии там и многих других режиссеров, которые действительно стали не только советскими звездами кино, но и мировыми. И я считаю, что феномен советского кино, это как бы, ну, это один из самых ярких кинематографов мира, за которым я, например, испытываю гордость. Поэтому, в этом смысле слово, да, спасибо. Смотрите кино, и если есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу, по поводу нашей картины или по поводу кино, которое сейчас делается в России. Андрей, спасибо огромное. И я хочу сказать, что у меня не вопрос, скорее, может быть, реплика, действительно, вы правы, потому что прежде чем что-то креативно создать, человек должен эту информацию себе присвоить. Не говорю слово украсть, но на самом деле вы можете транслировать только то, что стало истинно вашим. И если вы будете транслировать то, что не ваше, то это всегда будет видно, как вот Андрей говорит, как видит преподаватель студента, ложь не пройдет. Сейчас очень четко нужно понимать, что такие же ваши там ровесники, зрители, аудитория, они это очень четко и тонко чувствуют. На уровне вот подсознание сразу это отвергается. И я хочу сказать Андрею еще огромное спасибо за то, что он присутствует на форуме. И небольшой такой секрет, мы в первый раз музыкальный клондайк встретился с Андреем еще в декабре месяце или даже в конце ноября, когда у нас было интервью по поводу очень интересного тоже проекта, который Андрей создал, это Ключи от Карелии. Это фильм, посвященный традиционному искусству Карелии. И я благодарю вас за то, что вы так многообразно вообще говорите о культуре России, об истории России. Это огромный ваш вклад. Я очень вам поздравляю. Ну там могу только дополнить несколько слов, что абсолютно с вами согласен. Есть даже в актерском мастерстве такое понятие, как присвоение текста, потому что если ты не присвоил своей психике, своей личности текст, то не можешь его должно говорить. Поэтому обязательно оборганичивайте текст под себя. И я считаю, что действительно мы обладатели великой культуры во всех смыслах этого слова, и поэтому протягивать культурную традицию от советского кино, то есть это на самом деле это очень хорошая тема и безусловно мы можем учиться и от советского, от мирового кино. Поэтому дерзайте, смелее, как говорится, действуйте и вам воздастся. Андрей, если позволите, у нас очень динамично идет дискуссия и мы должны перейти к следующему нашему спикеру. У меня, если возможно, очень короткий вопрос, очень коротким, но на самом деле очень не коротким по смыслу ответом. Здесь молодые люди находятся, мы говорим о проектах, об идеях, вы рассказали сейчас о кино, о вашем представлении, но еще один важный аспект, кино делается командой. Вот если можно, минута, несколько слов, как вы лично подходите к этому аспекту своей профессии, как вы создаете команду, то есть сообщество единомышленников для реализации своей идеи? Ну, вы знаете, тут я отвечу немножко, наверное, странно, но все по внутреннему ощущению, это как рок-группу сколотить, когда ты чувствуешь, что человек твой и не только по профессиональным качествам, но по человеческим, все-таки у нас своя специфика работы, я считаю, что она немножко отличается может быть от западной тем, что мы может быть более, ну, более по-душевному, так скажем, складываем какие-то свои группы, вот у меня есть своя группа, с которой мы делали Красный Призрак, с которой мы потом делали Легенду о самбо и отчасти вот Ключи от Карелии тоже, это тоже как бы мы вначале соединились с нашими, так скажем, ну, извиняюсь за пафос, душами, да, и потом ее делали, поэтому это процесс индивидуального характера, поэтому сложно о нем сказать, но в культуре советского кино все-таки во главе стоит режиссер, к сожалению, сейчас, ну, есть тенденция продюсерского кино, где продюсер все решает, но на мой взгляд, и тут я, честно сказать, пользуюсь случаем, каждый раз пытаюсь этому немножко противостоять, я против этого, потому что продюсер иногда не имеет специального образования кинематографического, иногда всех не понимает всех, как бы, составляющих, режиссер все-таки часто это профессионал, и все-таки все идет вокруг него, и режиссеру очень важно создать правильную атмосферу для свободного творчества всех участников, потому что и композитор это индивидуальная творческая личность, и оператор-постановщик, и художник-постановщик, и режиссеру очень важно объединить их вокруг какой-то своей идеи, и дать одновременно и свободу, и вектор направления, чтобы они стали соучастниками его творческого процесса. Огромное спасибо, Андрей, дорогой, выздоровление вам, сегодня смотрим ваш фильм, Борислав вам расскажет о впечатлениях наших зрителей, подписываюсь под каждым вашим словом, не согласен с вами только в одном, что переозвучили мою последнюю реплику в фильме Дикая лига, но это уже как бы просто по скрипту, мы желаем вам удачи, успехов, переходим к нашему следующему спикеру, потрясающий, ребята, интересный человек, потрясающе интересный, его зовут Влад Маленко, он директор Есенин Центра и директор Филатов Фест, актер и поэт, большой друг Борислава Струлева нашего фестиваля, они вместе делали проект в театре Натаганка, вот, человек уникальный и мыслящий, и интересный, и продуктивный, я замолкаю, Влад, только единственное, я хочу спросить вас в самом начале, можно я вас немножко собью сейчас? А я, я лечу в воздухе, меня невозможно сбить или не сбить. Вот, поэтому, знаете что, давайте начнем вот с чего, дорогой Влад, почитайте нам немножко, хотя бы одно, свое произведение, свое, поэтическое, свой поэтический вирш, поднимите нас над нашей реальностью сегодня, унесите нас немножко в Поднебесье благодаря своему таланту. Друзья мои, ну, вы понимаете, вы находитесь на Белгородской земле чудесной, само название Белого города, я, в принципе, я просто буду говорить стихами и поднимать вас, вот, чтобы я не сказал, вы учтите, что это, это стихи. Когда-то я появился в Белгороде, увидел такую надпись «Территория свободная от сквернословия». Мне это очень понравилось, ее читали молодые люди, я ее тоже прочел. О чем я говорю, от частного сейчас к общему, про визионерство тут говорили, знаете что, ребята, и знаете что, уважаемые педагоги и уважаемые Ариапак и дорогой Борислав, мы вот с вами сейчас сидим, кто-то стоит, кто-то летит, кто-то бежит, но мы пока еще, может быть, за исключением каких-то избранных людей, не понимаем, что начинается совершенно другой отчет времени. И у тех ребят, которые сидят сейчас, я имею в виду юных ребят, которые пришли и сделали правильный выбор, они пошли именно сюда, а не куда-то в другое место, они должны услышать меня, нас. С этой весны начинается совершенно новый отчет русского, российского времени, и он в том числе дает невероятный шанс каждому из тех, кто сегодня слушает наш эфир. Почему я начал с надписи Белгородской? Потому что Белгород это тот гений места, тот гений места, с которым может стартовать целый сон русских смыслов, который принесет потом миру облегчение Европе, миру нашей стране. Вот смотрите, взять какой-нибудь 1922 год, да, 100 лет назад работает, я специально употребляю слово работает, потому что мне нравится это слово, нравится смотреть за работой звезд, за работой Ветра, за работой Трулева, когда он на сцене, работает Станиславский, работает Маяковский, работает Марина Цветаева, Есенин, Родченко, Малевич, это все очень разные русские люди, но при этом они, вот поверьте, им не было проще и легче, чем сейчас нам, но теперь их знает весь мир и весь мир тащит от них, учится у них мастерству и, собственно, тому, что называется искусство. Поэтому всем вам, всем нам слово от поэтов мы, собственно говоря, цех поэтов и слово, а русское слово всегда было первично, раз уж вы попросили, я вам прочту вот такой вот, вот такие несколько своих строк, посвященных каждому из тех, кто сейчас находится и на сцене, и в зале, и на земле нашей российской. Дионисий писал нас по мокрому потолку, забывая себя, будто тетерев на таку, у него была группа краски, вторая плюс, и от вечного сквозняка то ячмень, то флюс, а летать нас учили алушей и козадой, выбирая поток между яблоней и звездой, там, где дождь, от которого не было ОРЗ, на шагаловой скрипке весь вечер играл козе, мы к запястьям берез прислоняли надрезы ртов, из воды в полный рост перед нами вставал Ростов, царь Горох повелел во всех бедах себя винить, предлагая зашел к Китая свою финифт, дело к свадьбе теперь, мы идем за вином в Лабас, чтобы небо с землей поженились на этот раз, чтобы дождь их венчал, чтобы ветер качал кровать, чтобы землю смогли по обычаю своровать, а потом возвратить без болезней, смертей и войн, но с таким же узором летящих на камни волн, с наклонившимся к дому речке, с наклонившимся к речке домом при свете том, на котором и мама, и папа опять вдвоем. Влад, спасибо огромное, вот хочу сказать, что буквально перед началом нашего сегодняшнего круглого стола и форума мы говорили здесь о том, что сейчас как у Карла Ясперса идет новый формат осевого времени, это тоже очень важно знать молодежи, почитайте, почитайте эту философию, потому что сейчас действительно не только изменится формат восприятия всего не только в России, но это, конечно, мирового уровня события и большое видится на расстоянии, как опять же говорит наш поэт, это нельзя сейчас изнутри воздушного шара оценить его объем нахождения во всем мировом пространстве. Мы смотрим изнутри событий, события такого масштаба оцениваются во времени и благодаря только философскому уровню мысли можно отследить как это все. Блажен, кто посетил всей мир в его минуты отроковые. К сожалению или к счастью, но это относится к каждому из нас и к нашему сердцу сегодня. Дорогой Влад, быстрый вопрос технический. Скажи, пожалуйста, как Черноземья и вообще Белгородчина может точно получать информацию и поэты, чтобы могли участвовать в твоем Филатовфест конкурсе, куда обращаться, куда писать, как присылать стихи, какой отбор, тематика. Что будет в этом году? В двух словах. Мы закончили прием заявок 8-го Всероссийского фестиваля молодой поэзии Филатовфест 11 марта в пресс-службе ТАСС на главной площадке телеграфного агентства я зачитаю список из 100 человек, так называемый длинный список тех счастливых людей, которые окажутся претендентами на попадание в финал нашего фестиваля, который является, наверное, самым сейчас, слава богу, престижным. Мы отслеживаем все регионы, мы держим связь с ребятами, но вот я сейчас все-таки поддержу некоторую интригу, потому что мне бы хотелось, чтобы и белгородцы тоже, замерев сердце, любители литературы и болельщики, и те, кто участвовал, а заявок к нам пришло больше двух с половиной тысяч, чтобы они послушали, посмотрели, это будет опубликовано в литературной газете на всех порталах Филатов Феста, поэтому дальше пойдет уже плановая работа и к концу весны я надеюсь, что мы выйдем на финал и финалист получит приз миллион рублей, возможность издаться в престижном издательстве и так далее, и так далее, и, конечно, интеграция в наши разные проекты и Московского театра поэтов, и Государственного музея Есенина в Москве, и другие институции, которые все знают. Влад, спасибо большое. Если позволите, еще несколько слов нам о вашем детище, о вашем проекте Есенин Центр. Что это такое, как он создавался, ради чего существует? Есенин Центр это лаборатория молодой поэзии, не только московская, но и всероссийская. Мы милости просим, у нас открыты двери для ребят из всех регионов, вот в том же Филатов-фесте сейчас пришли письма и из Бразилии, Аргентины, из Израиля, из Соединенных Штатов, из Германии и так далее, из Индии даже, из Индии. Вот, поэтому Есенин Центр это такая современная площадка, где молодого человека, или не очень молодого, пожалуйста, но человека, который живет поэзией, а человек, который живет поэзией, это человек, который слышит время, слышит время. Иногда, правда, людям кажется, что они живут поэзией, слышат время, и таких людей очень много, но вот у нас жесткие фильтры стоят и в Филатов-фесте и в Есенин Центре. Тут вот как раз в дело идет та самая насмотренность, начитанность, и когда мы видим совершенно молодого человека, который не поленился познакомиться с такими титанами, как древние греки, Александр Пушкин, Иосиф Бродский, Михаил Лермонтов, тогда сразу понимают, что этот человек неравнодушный. А тут еще, оказывается, у него свой талант от папы с мамой и от бабушки с дедушкой и от родника в Белгородской области. И тогда получается вот такой человек, которому мы сразу же приделываем к ногам пружины, извините за метафору, чтобы он не ходил, а так подпрыгивал, знаете, чтобы его было видно всем. И поэтому мы, это, конечно, такой поэтический, социальный лифт, для того, чтобы посадить туда группу молодых людей, нажать кнопочку, чтобы они оказались на крыше и с крыши считали людям свои стихи, но не падали оттуда. Влад, вы гениален, конечно, вы большая умница, вот эта энергия, которую вы излучаете, это, конечно, дорогого стоит. Я очень надеюсь, что воочию мы сможем пообщаться, увидеться, вы приедете к нам на фестиваль, почитаете свои потрясающие стихи, постоите в луче света на сцене, на большой, мы вам поаплодируем. Очень хочется вместе с Бориславом продолжить наш проект «Басничела». Обязательно, обязательно, это будет счастье. Мы любим вас, берегите себя. Коротко, если только... Вам большой поклон, белгородской земле, большой поклон. Кстати говоря, мы очень скоро будем у вас, там надо будет выступить перед людьми, которым сейчас не очень легко. Спасибо большое. Хорошо. Здоровья вам, сил, самое главное и энергии. Благодарю вас. Всем, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире и всем присутствующим, хочу сказать, что помимо сейчас вот этого эфира, который происходит у нас здесь за круглым столом в вашем присутствии, на протяжении двух дней на платформе музыкального клондайка, Елена, если я правильно понимаю, будут очень подробные выступления профессионалов в разных областях культуры и искусства. В 17 часов сегодня Александр Семин, продюсер, консультант по стратегическому креативу. Ребята, это очень интересно. В 19.00 Георгий Исаак, ян, директор и художественный руководитель фестиваля музыкальных театров. Это потрясающе. Театр САЦ, ГИТИС. В 21 час Александр Рыжинский, профессор, ребята, ректор Института Академии имени Гнесиных. Очень интересно. Завтра потрясающий Ким Брейдворк в 11 часов, композитор и музыкальный продюсер. В 13.00 из Германии, я правильно понимаю, Борислав Борисович, записал Сергей Дрезнин, потрясающий, талантливейший музыкант, пианист, создатель цифровой энциклопедии фортепианного исполнительского искусства Берлина. Удивительный человек, интеллектуал, умница, он был не раз у нас на фестивалях, завтра подробное его сообщение, подробный доклад в 13 часов, ребят, смотрите, не пожалеете. Андрей Богатырев, которого мы бесконечно благодарны за сегодняшний выход к нам в прямой эфир, завтра в 15.00 актер, режиссер фильм Красный Призрак. В 17.00 тоже счастье, человек, который сейчас уже с нами на связи, интереснейшая личность, продюсер, почетный деятель искусств Владимир Юрковский. Он из города Сыктывкар. Что еще интереснее, не все столицам говорить, должны и регионы говорить, и о креативе, и о культуре. В 19.00 Ольга Гепгард, продюсер, руководитель продюсерского агентства Гепарт Продакшн, заместитель художественного руководителя театра Терезы Дуровой. Ребята, потрясающий театр, один из лучших театров в Москве, на самом деле, потому что только они ставят мюзиклы для детей, и мюзиклы, этно-мюзиклы разных стран мира. И, наконец, в 21.00 Влад Маленко, вот этот удивительно энергичный человек, который был с нами, потрясающий, директор Ресейн Центр, директор Филата Фест, актер и поэт. Ребята, наберемся терпения, не так много осталось, да и гость у нас очень интересный, сейчас с нами на связи из города Сыктывкар, руководитель департамента культуры, продюсер, почетный деятель искусств Владимир Юрковский. Владимир, добрый день, мы рады приветствовать вас, зал вам аплодирует. Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Значит, вот посмотрите, сегодня мы говорим, Владимир, вот о чем. мы говорим о том, какие могут быть в нынешних условиях креативные разработки в искусстве, образовании и медиа. Нам очень интересно, вы, Икс Иктывкара, из региона, как удается вам там креативить, простите, как вам удается работать над проектами, создавать что-то творческое, как вам удается их реализовать и конкретно что удается. Еще раз здравствуйте и вам слово, пожалуйста. Да, я действительно сейчас нахожусь в Сыктывкаре, республика Коми, я руковожу отраслью культуры столицы города, столицы республики, а в данный момент я нахожусь в кабинете у себя, в кабинете в колледже искусств, где я преподаю студентам актерское мастерство, сценическую речь, менеджмент, в том числе, оперный класс, потому что, кроме моей второй профессии, менеджер театрального искусства и продюсер, я ищу, моя первая специальность, это актер музыкального театра. Я два раза закончил ГИТИС, поэтому Георгий Георгиевич, мы с ним учились почти в параллельных классах, курсах, он на год старше меня, и я очень рад, что мы с ним сегодня здесь в одной когорте. Мне очень приятно быть вместе с вами в эфире, я всем желаю, в первую очередь, конечно же, здоровья, добра и успешной плодотворной работы. Вы так много мне задали вопросов, что, наверное, я мог бы говорить долго, постараюсь кратко. У нас 5-7 минут. Спасибо. Сказать, что несмотря на то, что мы находимся в северном регионе, мы достаточно много проводим мероприятий, реализуем множество проектов. Ну, не в виде хвастовства, но скажу, что опыт подтвержден тем, что я защитил 4 президентских гранта и грант субсидий Министерства культуры Российской Федерации, поэтому знаю, наверное, как это все работает, и всем своим сегодня, на сегодняшний день подчиненным, да, директорам отрасли культуры, учреждения отрасли культуры, учреждения дополнительного образования, рекомендую. Сегодня федеральные средства доступны, нужно только правильно подойти к идее, с которой вы предложите, выйдите, да, с заявкой на тот или иной грант. Нужно ее четко сформулировать. Правильно заполнить заявку и не бояться, ведь очень часто те же наши работники отрасли культуры, да, я о ней говорю, да и не только бояться, знаете, что и даже не столько заполнить заявку, сколько бояться отчетности. Наверное, этого не нужно делать, потому что нужно пробовать. Здесь собрались люди, которые занимаются проектами много-много-много лет, и я уверен, что без пробы ошибок не получилось бы у нас с вами результат. Результат в республике Коми это, ну, в первую очередь, я с 98-го года являюсь продюсером международного конкурса юных вокалистов на пресс-вольде Сосновской. Ну, надеюсь, что многие из присутствующих и слушателей знают про этот конкурс, конкурс академического вокала среди детей и подростков, и этот конкурс сегодня знают в России и за рубежом. Это результат многолетней плодотворной работы. Я не сторонник разовых проектов. Мне кажется, чтобы достичь того или иного результата, и в том числе победе в конкурсах, нужно создавать проекты, которые будут иметь некую перспективу развития. Потому что сразу получить стопроцентный результат как эффект, мне кажется, будет сложно любому проекту. Ведь даже то, что вы сегодня делаете, да, коллеги, это не задумка сегодняшнего дня. Мы все к этому идем. и только тогда получается результат, и только тогда мы можем дальше развиваться, когда мы видим, на каком этапе какие шаги мы делаем. Ну, это если говорить о какой-то проектной деятельности, конкретно вот мой взгляд на это. Федеральные средства сегодня, на сегодняшний день, в достаточной мере позволяют реализовать от малых до крупных проектов. для того, чтобы быть креативным, да, вот о чем вы задаете вопрос, в первую очередь, как мне кажется, да, и что я рекомендую своим, опять же, коллегам, да, по отрасли, это нужно анализировать работу других, работу тех, кто уже успешен. И даже работу тех, кто, предположим, не получил грант, не прошел по тем или иным каким-то критериям, да, в своих заявках на получение гранта. Сегодня я вот с удовольствием говорю и с благодарностью говорю фонду президентских грантов за ту работу, которую они ведут на протяжении уже, да, стольких лет. И самое главное, наверное, вот та объективность и та прозрачность, которая там сегодня существует, и самое главное, что на сайте можно посмотреть на самом деле все те проекты, которые были заявлены. победители или не победители и проанализировать, а что было сделано уже кем-то до нас и что ты как индивидуал, да, как креативный человек, как креативная команда, смелая команда можете предложить свое. То есть, ну, мое мнение, изобретать колесо не нужно, просто находить нужно формы его применения, виды применения этого колеса. поэтому креативность, ну, такое модное слово, да, но мне кажется, это просто вот идеи и фантазии, которых не нужно бояться, нужно строить планы и пытаться их реализовать. И еще один момент, который тоже, как я считаю, является определенным критерием и стимулом для нашей с вами работы, да, в этой части. я правильно, я не ушел от темы никуда в сторону. Нет, Владимир Владимирович, нормально все, но хочу добавить только немножко, что действительно, вот то, что вы говорите, нельзя упираться в цель одного проекта, нужно видеть миссию, нужно видеть более высокий уровень и из этого рождается последовательность и действий. и тогда действительно, если ты даже не победил в одном таком конкурсе, да, или один твой проект не состоялся, но миссия тебя ведет дальше, ты реализуешься в следующем этапе и креативность это в первую очередь, конечно, продукт, созданный человеческим интеллектом, да, и там возникает добавочная стоимость, которая важно сейчас иметь, да, именно созданная нашим творчеством. Вот это момент такой, поэтому мы ориентируем, здесь у нас аудитория молодежь, молодежь, студенты, СМИ, белгородские, и, конечно, это наша всероссийская аудитория на то, чтобы именно свои идеи уметь не просто преподнести, уметь их современно упаковать, уметь собрать команду, командное взаимодействие, и, конечно, мы надеемся, что все эти наши обсуждения которые мы ведем, они стимулируют дальнейшее развитие креативной отрасли и искусства и культуры в России в целом. Спасибо, Владимир Иванович. Если есть еще вопросы, если позволите, я как бы просто вот еще два момента как бы я закончу свою мысль, как я вижу коротко, буквально одну минуту. Самое главное, мы должны понимать, что сегодня интересует потребителя, так ведь? То есть мы можем фантазировать, но это должно быть интересно тем, ради кого и для кого мы этот проект осуществляем, задумываем, реализовываем, так ведь? И второй момент, который опять же я считаю для себя одними из самых главных, должен быть четко, ясно, понятен для всех результат. То есть к чему мы в конечном итоге придем и к чему мы, какую цель мы пытаемся достичь. Если вот эти все для меня кажущиеся принципиальные критерии будут выполнены теми людьми, которые хотят реализовать свои идеи, свои проекты, я считаю, что цель может быть достигнута и поддержка обязательно будет. В том числе я уверен, что наша свалит. Спасибо огромное от лица нашего фестиваля. Пожалуйста, присылайте записи, имена ваших лауреатов детского вокального конкурса. Нам очень интересно следить и вместе сотрудничать. У нас есть наш тоже конкурс и было бы очень хорошо на этой почве дальше пообщаться. На самом деле я хотел бы сказать еще пару слов, что, конечно, сегодня очень важный был, очень емкий, мощный день. Огромный низкий поклон всем спикерам, всем новым друзьям. Огромное спасибо нашему модератору, актеру, человеку, который ведет уже 10 лет наш фестиваль, Василию Мечкову. Спасибо. с этого момента наш даже форум получает некое такое новое дыхание, нам необходим такой модератор. Конечно, огромное спасибо за сегодняшние ярчайшие энергичные глаза. Действительно, это все не зря. Все, что вам хотелось бы, давайте договоримся, передавайте своим друзьям и придумаем то, что вот филармония это некий наш штаб-квартира, приходите сюда, оставляйте ваши идеи, говорите, я бы хотел сделать, создать что-то, не теряйтесь, потому что, честно говоря, все, что мы не делаем, это все-таки для вас, и мы не для того, чтобы раз год собираться и расставаться, мы должны иметь абсолютную ежедневную некую связь, благодаря медийным порталам, благодаря нашим сотрудникам, благодаря университетам, благодаря фестивалю, благодаря кураторам, благодаря всем тем, кто участвует в этой большой, огромной системе по улучшению культурного быта души, и, конечно, рэп, и, конечно, тик-ток, и, конечно, Моцарт, и, конечно, Бах, и, конечно, орган, и, конечно, велончель, и театр, и опера, и балет, брейк-данс, джаз, все это, если правильно красиво сделать, сочинить, исполнить, снять, подать, это и есть то, что называется культурная жизнь. Спасибо. И еще мы, конечно, вам желаем будущности, мы вам желаем свободы, мы вам желаем того, чтобы чувствовали вы себя людьми, которые могут создавать независимо от того, что происходит вокруг вас, главное, что происходит внутри. Мы готовы вам в этом помочь. Я даже подумал сейчас, может быть, не только в филармонию, может быть, на платформе нашего сайта Belgrad Music Fest организовать некую обратную связь, чтобы вы могли присылать свои идеи, свои пожелания, может быть, создать некое новое начинание вообще в рамках фестиваля, молодежь, современная и мы, понимаете, очень важно, чтобы вы были услышаны, и мы хотим, чтобы вы были услышаны со всеми своими идеями, самыми большобашными, потому что на самом деле творит молодость. Я всегда говорил в жизни, театр, кино, искусство – это дело молодых, это вы, понимаете? Вы должны, мы должны просто помогать вам, а вы должны начинать лететь в этой жизни. Мы желаем вам успеха. Я очень благодарю всех спикеров, Алексей Иванович, Ивницкий, огромное вам спасибо, что остались с нами до самого финала. И очень благодарю человека, который действительно является мозгом, который думающим, она понимает, о чем говорит, она понимает, куда это все надо стремить. Я имею в виду Елену Вилену Лащенко. Я очень благодарю человека, который своей энергией вот так объединяет людей. Это важно быть вместе, важно идти вперед вместе, не надо быть одному, надо всегда делиться. Вот на платформе фестиваля Белгород Мюзик Фест Борислав создает такие условия свободного диалога. Мы готовы вас слышать, приходите, сегодня фильм, завтра концерт фестиваля, приходите, послушайте музыку, пообщайтесь с людьми, с нами пообщайтесь, мы обогатим друг друга, нам станет лучше, мы почувствуем силу совместную, а это важно особо сегодня, и самое главное, мы желаем вам мира. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok